Добрый день, у микрофона Светлана Занько, напротив меня министр социального развития Кировской области Кирилл Лебедев. Кирилл Сергеевич, добрый день. Здравствуйте. У нас продолжается серия интервью с министрами правительства Кировской области. И почти каждому министру, что у нас какая-то музыка идет, такое ощущение, что птицы поют. Это не ваш телефон случайно, Кирилл Сергеевич? Что происходит? Это не мой телефон. В сопровождении такое... Сейчас разберется, видимо, наш звукорежиссер, очень странная вещь происходит. Может быть, это мой компьютер? Точно. Боже, я даже не скажу, какой сайт открылся. Кирилл Сергеевич. У меня такой вопрос. Не каждому министру мне удалось задать личный вопрос, вам задам. Я, пройдясь по вашей биографии, вижу, что вы, с отличием, окончили Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности судовые энергетические установки. И даже в свое время вы давали интервью, где рассказывали о том, как вы работали на судах речных, как плавали. Тогда говорили, не ходим на судах, а плавали. У меня это очень простой вопрос. Ходят по морю, по реке плавают. Да, у меня очень простой вопрос. Когда плавать начнут по реке Вятки? Это, наверное, у нас все-таки... Теплоходы? Надо спросить у Альберта Владимировича, который у нас в Запольских отвечает за транспорт. Но, на самом деле, ширина реки позволяет, а вот глубина, я смотрю, не очень. А помните, был проект такой, по крайней мере, о нем говорили, что вот китайцы в свое время предлагали поднять весь лес затонувший, деньги за это заплатить, и дно бы реки таким образом не уже станет. Есть такое, даже когда я был в Малмышском районе, в Веткополянском районе, там до сих пор ходит слух или байка, как его назвать, что там затонул дубовый лес. И тот, кто его найдет, там порядка где-то двух связок, да, тот, кто его найдет, озолотится. Но пока еще никому не удалось. То есть это золотое дно осваивать пока никто не берется? Пока никто не взялся. А хотелось бы? Ну, вы знаете, я думаю, что... Вот вам как речнику хотелось бы, что-то в речнику? Мне как речнику, ну, я же не подводник, да, я надводник, поэтому что там под водой, это пусть люди других специальностей изучают. Хорошо. Ну, вот, глядишь, может быть, с Китаем у нас так стремительно развивается отношение и вернуться к этому. Ну, собственно, к Китаю я помню, когда еще только приехал в Киров, когда дочь мою устраивала Лешкова, потом в школе задаешь традиционные вопросы в начальной, да, о какой... А приехали вот в 2010 году, да. В 2010 году я возглавил управление демографического развития и взаимодействия с институтами гражданского общества. И когда подошел выбор для моей дочери, какой язык изучать, я, пожалуй, единственный из родителей на родительском собрании спросил, а можно китайский? Это в какой школе вот такой вопрос? Это было в 10-й школе, родители как-то надо мной посмеялись, а мне кажется, что надо смотреть на перспективу. И сейчас я понимаю, что я был совсем прав. Да. А в Новосибирске китайский язык учат достаточно давно. Ну, правда, не в школах, но там это сделать легко. В Кирове как-то вот специалистов по китайскому языку не очень. Ну, вот, глядишь, сейчас делегация из Китая возвращается. И мы некоторых из них оставим. Им, может быть, да. Женим, замуж выдадим. Запросто, запросто. Ну, а теперь к делам, которые непосредственно касаются вас, дела, в которых вы участвовали по профилю своего департамента еще тогда социального развития Кировской области, дела этого года. Я хотела бы поговорить о судьбе льгот, которые были отменены в текущем году. Да. Несколько сразу изменений в порядке предоставления льгот различным категориям граждан вступили в этом году. Изменения, напомню, коснулись льготного проезда и выплат так называемых детских пособий. Вам в то время, когда эти изменения вступали в силу и обсуждались, долго пришлось объяснять общественникам и гражданам, в том числе и в эфире нашей радиостанции, и на круглых столах, для чего это делается. Главной мыслью здесь было следующее. Практически ваши цитаты, да, но с ваших слов записано, что называется. Правительство области не намерено сэкономить на изменении порядка предоставления льгот ни копейки. Все сэкономленные деньги пойдут либо на расширение перечня категории людей, которые смогут получать льготы, либо на увеличение выплат. Но итоговая сумма, которая будет тратиться на льготы, останется неизменной, независимо от порядка их предоставления. Мой вопрос касается итогов промежуточных, потому что и полгода не прошло с момента внедрения этих изменений. Расширился ли перечень категории льготников? Первое, о чем говорилось. И увеличились ли выплаты? Ну, смотрите, полгода не прошло с момента, так скажем, трансформации льготного проезда на транспорте. Но с момента вступления в силу закона о поддержке семей прошел максимум месяц, да, они вступили в силу с 1 июля 2015 года. Поэтому, что касается выплат семьям с детьми, то здесь о каком-то аналитике говорить еще рано. Мы еще материалы, но это то, за что мы отвечаем, да, мы еще материалы только собираем. И там, если помните, мы вводили первое, мы избавились от бесконечного количества нормативно-правых актов, которые в том числе путали получателей мер соцподдержки. Потому что там было более 23 нормативно-правых актов, которые каждая описывала ту или иную меру соцподдержки. Мы все эти меры свели в ЗКОК. И одно из краеугольных камней, вокруг которых развивались споры, это введение того, что данные меры не предоставляются семьям, где есть трудоспособные родители, не работающие без уважительных причин. То есть все уважительные причины были перечислены. Вот на сегодняшний день губернатором Кировской области Никитой Юрьевичем Белых задача проанализировать и сравнить с опытами предыдущих периодов она стоит, но, к сожалению, пока не позволяет срок, в течение которого этот закон реализуется. Что касается льготного проезда, всего за подтверждением права на льготный проезд в учреждение подведомственное Министерство социального развития обратилось 109 тысяч человек за подтверждением права льготного проезда. 6 с лишним, ну почти 7 тысяч человек было отказано по тем или иным причинам, причины разные, да, либо люди не понимали, что они не в той категории, они не попадали в категорию, либо неверно оценивали уровень своего дохода. Таким образом подтвердили право льготного проезда 102 тысячи человек. Я сейчас не могу сказать, поскольку там учет, пользуются они этим правом или не пользуются, это ведет Министерство транспорта. Ильберт Владимирович Запольских, и он, собственно, будет анализировать и экономику, и давать на правительство те цифры, которые в дальнейшем будут возможны к перераспределению на данные меры соцподдержки. Ну, я думаю, что экономия все равно будет, пока предварительно, видимо, она есть. Мы начали в том числе прорабатывать вопрос других мер соцподдержки. Вы знаете, что в Кировской области там активно в пилотном режиме реализовывался проект оказания социальной помощи на основе социального контракта в пилотных районах, когда гражданам, многодетным семьям и неповным семьям с детьми предоставляется возможность получить денежные средства на приобретение крупного рогатого скота, скота-сельхозназначения, теплиц и так далее для развития подсобного хозяйства, для того, чтобы ребятишки имели возможность пить свежее молоко. Этот эксперимент в прошлом году касался четырех районов. Этот эксперимент касался четырех районов. Это был Тужинский, Пижанский, Яранский и Санчурский районы. Он развивается достаточно успешно. Люди к проекту благосклонны. Ну, кто откажется, получить 35 тысяч рублей, купить коровку. Но самое главное, что у нас нет ни одного случая, чтобы эту коровку кто-то уморил. То есть люди действительно свое благосостояние берегут и пользуются этим. То есть уморил коровку, вы имели в виду, что использовал 35 тысяч рублей не по назначению? Нет, я имел в виду, что коровку-то купили и тут же на мясо сдали. Нет, коровки продолжают жить, то есть они под охраной государства вместе с кроликами. А что это как-то контролируется? Да, конечно, мы контролируем. Поголовье, которое вы получите? Да. Я даже иногда шучу, что мы за год реализации проекта увеличили поголовье в этих районах скота больше, чем Министерство сельского хозяйства. На полном серьезе. На самом деле, как это в смысле контролируется? Ну, люди купили коровку, купили кроликов, как вы говорите, и что они же должны... Во-первых, они проходят на предварительном этапе, там, общественный контроль, комиссия принимает решение. Дать или не дать эту семью. Допустите эту семью. В эту программу. Ответственная эта семья или не ответственная. И дальше принимается решение, а потом Никита Юрьевич Белых в общении с главами районов, ну, лично, твердо, жестко попросил их ответить головой в случае неверного выбора. И они согласились. С 1 сентября мы запускаем... Этого года. Этого года, 15-го года, мы запускаем еще Вятско-Полянский район, город Вятские Поляны, Маломышский район, город Маломыш, и с 1 января 16-го года Кельменский район. Давайте все-таки тогда разъясним или напомним нашим слушателям, в чем заключается суть этого проекта и какие деньги он реализуется. Значит, суть этого проекта. Граждане в пилотных территориях обращаются в управление соцзащиты по месту жительства, пишут заявление и, собственно, выбирают цель, на которую они хотят получить поддержку от государства. Средства могут быть потрачены либо на приобретение сельскохозяйственных животных, поросята... Для личного пользования? Для личного пользования, абсолютно для личного пользования. Поросята, кролики, птица, куры, гуси, утки. Для приобретения теплиц, для приобретения коров. Дальше они пользуются плодами своего труда, ну и тем самым питание улучшается. Находятся они под контролем муниципалитетов, и главы муниципалитетов отвечают за них. Они под контролем всех. И бдительных соседей. У нас же соседи не безразличны, особенно когда кто-то от государства что-то получил. И что, прям пишут соседы? Да, да. Были сообщения? Да, есть сообщения, и депутаты районных дум, в частности в Иранском районе, депутат обратилась с вопросом, а почему по соцконтракту, значит, цыплят купили по 150 рублей за соцконтракт. То есть, приходишь на рынок, покупаешь за 120. Вот мы сейчас с этим разбираемся. Нет, я думаю, что там надо... Взятка? Нет, надо опять же посмотреть, может, все-таки все в ветеринарном сопровождении, уже официальность. А на рынок иногда приходят... Может быть, конечно, цыплята какие-то суперэлитные... Ну, в настоящий момент как раз мы с этим вопросом разбираемся. С чего достичь всем этим проектам? Ну, собственно, как и другими проектами, которые инициировал Никита Юрьевич Белых, губернатор в области, мы хотим достичь одного. Мы хотим поднять активность граждан, повысить в них ответственность и уверенность в том, что они хозяева своей судьбы, что они могут при небольшой помощи дальше уже самостоятельно развиваться, двигаться и развиваться. Ну, я так понимаю, что еще и закрепить семьи, да, на земле? Ну, на самом деле, первая ключевая задача, то есть она не ставилась закрепить под коровку, все равно можно перевезти. Она тоже может уйти в другой населенный пункт, в другой субъект федерации. Будет сложно же, как передачу-то потом осуществить. И пешочкой. Поэтому ключевая цель была не закрепить людей на земле, а ключевая цель была все-таки вытащить те семьи, которые на пределе уровня бедности, да, вытащить из состояния бедности и показать, что они сами это могут сделать своим трудом, своими силами, своими способностями. И сейчас мы еще рассматриваем вопрос, я же не зря вам назвал, что в проекте соцконтракт будет участвовать город Вятские Поляны, там, город Малмыш, мы еще хотим помимо товаров сельхозного значения, да, разрешить на эти средства приобретать швейные машинки, газосварочный аппарат или электросварочный аппарат, ну, чтобы люди имели возможность там зарабатывать и делать нужные вещи. Сельхоз инвентарь, то есть над расширением списка приобретаемого мы сейчас как раз и работаем. И в том числе, когда мы ездили, изучали опыт Самарской области, Республики Татарстан, то, что мы для себя отметили, вот они, например, приобретают электросварочный аппарат. И предоставляют таким образом услуги, да? И они предоставляют человеку, они, конечно, закрывают глаза на то, что человек не совсем зарегистрирован, но, на самом деле, сами понимаете, мы же не заставляем людей регистрировать личные подсобные хозяйства, да, мы не заставляем как Министерство развития предпринимательства и торговли регистрировать индивидуальные предприятия или создавать ООО, платить налоги, то есть мы можем, это дальнейшая наша цель. Сейчас наша основная задача вывести семьи из состояния бедности. Из состояния бедности. Как говорил классик, с одной стороны, бедность не порог нищета спала, так вот, чтобы они в нищету не скатились и руки не опустили, мы хотим, чтобы они в себя поверили. И все, собственно, проекты, я с чего начал, не только проект социальный контракт, но и проект поддержки местных инициатив, да, тоже направлен на гражданскую активность. Ну, давайте все-таки закончим про социальный контракт. Я задал вопрос, на какие средства он реализуется. Он реализуется целиком и полностью на средства областного бюджета. И в прошлом году, который был пилотным для старта этого проекта, было выделено 7 миллионов рублей. В прошлом году мы реализовали в рамках проекта 3,5 миллиона рублей, 4 перемесли на это. Теперь сделаем шаг назад и все-таки завершим тему, с которой начали, это по поводу изменений в порядке предоставления в год. Итак, что касается липлотного транспорта, вы мне придали направление, я пойду за польских. Я думаю, что сейчас, вот смотрите, он по концу лета тоже, наверное, не будет делать серьезный анализ, поскольку здесь сезонный фактор повлияет. И нужен определенный период времени всегда, да, чтобы сравнивать сопоставимые величины. И, ну, я думаю, в октябре-ноябре можете уже начинать смело его пытать на этой теме, чтобы был хотя бы там сентябрь месяц, с октябрь, которые являются по-настоящему рабочими, не каникулярными. Да, и я напоминаю, что обратилось в 109 тысяч человек за подтверждение к своим годам и подтвердили их около 102 тысяч. То есть тут же 1265, если будет до конца. Да, и что касается вот льгот семьям с низким социальным статусом, да, и с большим количеством детей, то здесь только начался процесс 1 июля. Многие ли обращаются, есть ли здесь какое-то напряжение, сложно ли вам работать? Нет, с 1 июля-то мы в автоматическом режиме перевели семьи на действия нового закона, и здесь никаких требований и напряжений гражданам не должно возникнуть и не возникало, иначе мы бы уже были засытаны жалобами. Меня бы вызвали из отпуска, в котором я в июле месяце сходил. Да, это удивительно, потому что, в общем, когда обсуждались эти как раз нормы, то выступали депутаты областного законодательного собрания, и Марина Сазонтова, и Константин Машуренко, да, и Валерий Турулова выражался, и Дмитрий Русских очень активно обсуждали. Сейчас пока вот не слышно, что вот на этом этапе эти активные депутаты кем-то образом комментируют. Кто-нибудь хотя бы похвалил власть и сказал бы, что она учится. Мы же тоже учимся на своих ошибках, и давайте там вспомним прошлый год эти очереди за пособиями 106 рублей, да, и инвалидам, и жилье, и так далее, поэтому мы все-таки, мы стараемся. А за подтверждением, уже реально подтверждением своего права на меры соцподдержки, и граждане традиционно, как и всегда это бывает, и многодетные семьи традиционно обращаются в период с января по-моему. То есть здесь отчет по тому, как прошла эта реорганизация, мы сможем когда получить? А отчет вы видите как бы вот по улице, да, что выступлений, возражений, жалоб нет, но вы его получите там через полгода. Через полгода. Ну мы посмотрим полгода все-таки, там достаточный срок, чтобы прямо лезет. Давайте к следующему вопросу тогда перейдем. Я хочу процитировать Владимира Змеева, это директор Кировского социального центра для лиц с неопределенным местом жительства, БОНЖ. В Кировской области, он говорит, работа по бездомным не поставлена. Я могу отослать наших слушателей сейчас прямо к материалу, который подробно об этом говорит. Это материал на сайте профсоюзов сотрудников органов внутренних дел Кировской области. От 27 июня 2015 года, где как раз освещается круглый стол, который проходил на эту тему, там собрались общественники и директор центра БОНЖ, которого я сейчас только что процитировала. Если я не ошибаюсь, речь идет все-таки о единственном государственном учреждении, которое помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, тем, кто прибыл из мест лишения свободы в том числе. Основные тезисы, которые обсуждавшие этот вопрос, предлагали. Не хватает мест, низкий уровень финансирования, отсутствие должного уровня взаимодействия органов власти и волонтеров, активистов, благотворителей. Это уж я для себя так написала через дефис. Как вам видится эта проблема? Давайте начнем с того, что я не знаю, как в других министерствах, я в своем министерстве запрещаю руководителям учреждений мечтать и ставить перед собой цели, даже невыправнивые. Что касается непоставленной работы, то тут, мне кажется, господин Змеев погорячился, потому что тогда вопросы к нему самому, насколько он организует деятельность этого центра. Но на самом деле это не единственное учреждение в Кировской области, которое помогает лицам, оказавшимся без жилья, лицам, освободившимся из мест лишения свободы. Всего в системе социального обслуживания населения, напомню, у нас действует 60 учреждений. Из них 54 учреждения работают с данной категорией лиц. Понятно, что... Каким образом работают? Работают, помогают им социализироваться, оказывают материальную помощь, помогают юридически, помогают оформить, если необходимые средства, восстановить документы. Но живут-то люди, это единственный центр, единственный встанет, и они живут на сколько? Да, я извиняюсь, да, я не договорил. То есть на самом деле там центр Бонш, как мы его называем, он занимает особое место во всей системе. У нас единственный центр для лиц безопределенного места жительства с круглосуточным пребыванием. С круглосуточным пребыванием. На 50 мест очереди туда нет, но на самом деле эта услуга востребована. Другое дело, что это не место постоянного пребывания. Это место, где люди должны использовать то время, которое им предоставлено, кому-то 3 месяца, кому-то дополнительно 6 даем. Чтобы найти себя в жизни, найти работу, установить документы, в конце концов бросить пить, найти себе жилье. Потому что работающий человек комнату может себе снять, позволить. Есть, конечно, желание, и все мы хотим большего, чем можем. Мое мнение, что если бы был еще один центр, то его услуги тоже были бы востребованы. То есть его бы тоже не хватило? Нет, его бы хватило. И было бы, ну, мое мнение, что его надо было бы размещать уже не в Кирове, а в Кирово-Чепецке, например. Так, тут все-таки есть необходимость. Там есть необходимость, в остальных районах нет, но нет возможности. Нет средств на то, чтобы построить еще один центр? Ну, их надо изыскивать, надо расставлять приоритеты. А скажите, как в других регионах? Потому что если правительство говорит, вот общественники обращаются, секундочку, общественники обращаются, там, или директоры центра БОНЖ жалуются на то, что не хватает мест, и вы говорите, что хорошо бы построить еще один. Но мы все прекрасно знаем, что представляет из себя бюджет нашего региона сейчас, да? И что представляет бюджет муниципальных образований, в общем говоря. В других регионах как справляются с этой проблемой? Я же еще раз говорю, да, у всех по-разному, и каждый расставляет для себя приоритеты. Я, например, считаю, что проблема людей без определенного места жительства в Кировской области стоит менее остро, чем вопрос очередности психоневрологические интернаты. Чем вопрос очередности. И для меня в приоритете построить корпуса психоневрологических интернатов, для чего мы постоянно, там, в соответствии с требованиями, ну, то есть в соответствии с рекомендациями, подаем заявку в Москву на выделение этих средств, в том числе на условиях софинансирования из областного бюджета. Это вы основываетесь на статистике? Это я основываюсь на той очереди, которая есть, то есть у меня очередь в психоневрологические интернаты порядка 230 человек, и она растягивается на три года, да, бывает. То есть люди ждут в Центр Гомшек несколько иного. Ну и я-то ко всем отношусь одинаково, потому что они для меня все нуждающиеся в социальной помощи и поддержке. А вот по поводу работы давайте еще прокомментируем так. Есть ли для других целей, там, для поддержки семей, многодетных, для поддержки семей с детьми-инвалидами, для поддержки граждан пожилого возраста, а как-то общественные организации и в том числе коммерческие структуры охотно изыскивают ресурсы и помогают, то людей категории бомж, ну, очень многие граждане считают как виноватых сами. Учитывая, что там достаточно большое количество людей, которые из мест лишения свободы пришли. Да, как виноватых сами, и поэтому, так скажем, благотворительных организаций, которые бы занимались или специализировались на оказании помощи именно бездомным в трудоспособном возрасте, да, я сейчас не говорю, что там есть же те, кто уже вышел за пределы трудоспособного возраста, и тогда они, собственно, на общих основаниях размещаются в домах интерната. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, через две минуты вернемся, и у меня будет еще один вопрос, касающийся как раз лиц безопределенного места жительства, потому что в этом же центре бомж, там ведь бывает, что живут целыми семьями с детьми, так вот, что с этими детьми? Через две минуты. Хорошо. Детей жалко. Это говорит сейчас Кирилл Сергеевич Лебедев, министр социального развития Кировской области. Мы, кстати говоря, за эфиром обсуждали не о судьбу детей, которые вынуждены со своими родителями, попавшими в тяжелую жизненную ситуацию, находиться в центре бомж, а уже в другом случае говорили, если времени хватит, то его тоже обсудим. Так вот, что с этими детьми, которые находятся в центре бомж? Ходят ли эти дети в садик, в школу? Кто это контролирует? Значит, ответственно заявляю, что в центре бомж ни одного ребенка нет и никогда не было. Если случится так, что мы обнаружим, выявим, термин выявим, семью бездомную с ребенком, то в данном случае у нас есть сеть реабилитационных центров, один из них в Кирове, это Вятушка, и ребенок будет помещен туда. Я специально интересовался. Ни одного случая проживания с детьми в центре бомж, на памяти даже старожилов. Вот это противоречие какое-то, потому что к нам приходил Юрий Басманов, который как раз освещал акцию по сбору средств, в том числе и помощи для центра бомж, и он говорил, что там есть и дети. Нет, может быть, он говорил о пунктах временного размещения граждан Украины, так они, собственно, располагались совершенно в других. Мы отвечали за реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста, где один этаж был отведен как раз для беженцев из Украины. А в центр бомж приезжайте в любое время детей. Насколько я помню, мы говорили конкретно об этом центре, но, по крайней мере, у вас есть еще такая информация. Я готов выйти с Юрием Басмановым на очную ставку, приглашайте. Я это вам устрою, обязательно, конечно. Вот вы заговорили о психоневрологических диспансерах, интернатах. Вы говорите о том, что есть необходимость в Кирове построить корпуса, чтобы увеличить количество мест, очередь большая. А кто эти люди, которые стоят на очереди в такой интернат? Это люди, которым поставлена инвалидность по психическим заболеваниям, но они не опасны для общества. Ну, вот смотрите, мы с вами вспоминали. Они опасны сами для себя. Я понимаю, как тяжело живутся их семьям, потому что такого человека зачастую не оставишь в одном доме, он может неконтролируемо включить электроплиту, газ, может выйти из дома и потеряться, ну и так далее. То есть мы себя слабо контролируем. Им необходим профессиональный уход. Им необходим профессиональный уход. К этому случаю, вот так, к психоневрологическим интернатам не относятся случаи, которые прогремела на всю страну. Жуткая история, когда в Нижегородской области отец убил своих жестоко, убил своих шестерых детей, жену, тёщу и так далее. Это не тот случай? Не эти люди? Нет. Которые тоже живут среди нас? Нет, это не эти люди. И тут вопрос как бы больше к врачам-психиатрам, какой у него был диагноз и почему они, ну хотя у нас закон о психиатрии, он не позволяет насильно человека удерживать в психиатрической клинике, только с его согласием. Я почему бы пыталась связать две эти вещи? Я просто подумала, что может быть такой случай, он каким-то образом простимулирует федеральные власти выделять деньги на строительство психоневрологических. Сейчас есть такая задача и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, министр Топилин, и задача поставлена Медведевым Дмитрием Анатольевичем, чтобы губернаторы субъекта Российской Федерации объехали в этом году все психоневрологические интернаты, что собственно Никита Юрьевич и делает, исполняя поручения. Они оценили масштаб бедствия, оценили материально-техническую базу и к 2018 году приняли все меры, чтобы уже к концу 2018 года очереди психоневрологические интернаты не было. Но мы же понимаем с вами прекрасно, да, Кирилл Сергеевич понимаем прекрасно, что значит приняли все меры. Если нет денег в бюджете, то откуда взять деньги, чтобы построить новый корпус? Значит, чтобы выделили средства из бюджета. Я же всегда говорил, да, что есть приоритеты. То есть изыскать все равно будем в своем бюджете? Денег всегда мало. Нет, на самом деле федеральный центр не отказывается и сейчас формируется новая инвестиционная программа. От нас попросили очередных предложений, мы их дали. Но будем смотреть, как рассмотрят. Я все-таки надеюсь, что там необходимые нам средства, чтобы построить два корпуса и открыть дополнительно 250-200 мест, нам нужно порядка 800 миллионов рублей. То есть это большие средства для Кировской области. И эта цифра ушла? Эта цифра ушла от Москвы. Федеральный центр? Да. Когда ждем ответа? Мы всегда ждем ответа. Я поняла вас. Вот что касается всех вот этих вопросов, касающихся социальных учреждений, социальной помощи, адаптации. Здесь всегда приводится в пример опыт западный, конечно, в первую очередь, где существует государственно-частное партнерство. В частности, например, по уходу за лежачими больными на дому или в интернатах, которые создаются, те же дома престарелых и все прочее. Есть такой опыт и в наших регионах, где развивается государственно-частное партнерство, в том числе и у наших соседей, насколько я себе представляю, и в Перми такое. И в республике Коми они строят тоже интернет? Причем достаточно давно. Почему у нас это не происходит? Почему у нас не выходит на этот уровень предпринимателей, которые понимают, что ведь есть социальный заказ, в конце концов, они получают некоторые деньги государственные и не выводят на профессиональный уровень такой уход за лежачими больными? Это школа сиделок, это строительство корпусов, там участвуют и строительные компании тоже. При том, что это не чисто деньги от частного бизнеса, они также точно получают потом компенсации из бюджетов региональных. Есть гарантированные услуги государством, за которые государство при невозможности гражданина оплачивает за себя в зависимости опять же от уровня дохода. Возвращаемся к 442-му федеральному закону, который начал действовать с 1 января 2015 года, который очертил круг лиц, которым гарантированные государством услуги предоставляются бесплатно, кому предоставляются за частичную плату и за полную плату. Я надеюсь, что этот закон для инвесторов откроет глаза пошире, мы всегда предлагали, но во всяком случае, вот если 2 года назад Лебедев со всех трибун призывал приходите, по крайней мере забирайте там в частные руки самое выгодное соцобслуживание на дому, 2,5 года никто не пришел. А сейчас буквально я пришел из отпуска и я узнаю, что уже 4 интересанта. А вчера буквально у меня заместитель встречалась с двумя молодыми людьми вечером, вот они хотят как раз организовать службу сиделок, до чего в городе не хватает. Но мы их тоже предупредили, да, аппетиты же у бизнеса, они всегда растут и надо помнить, что коммерческие структуры они создаются, хоть они об этом и не говорят, но они создаются и у них в уставе это прописано с одной единственной целью, с увеличением прибыли. Поэтому хотелось бы, чтобы это были не ООО, не ИП, а некоммерческие организации. Но где найти... Такой НКО? Таких неравнодушных людей, готовых, а там действительно надо будет пахать и при этом не получая особо достойного вознаграждения, то есть это не бизнес на перепродажу. Это бизнес, в котором рентабельность не очень высока. Но есть. Но она есть, безусловно, не опыт Пермского края, а наглядно там... Насколько я понимаю, они не только на те самые средства, которые существуют там в бюджетах, выделяются в существовую работу. Нет, естественно, то есть дополнительные услуги оказывают. Дополнительные услуги, деньги семей, которые нуждаются в этом, грантовые деньги, которые сейчас выделяются, в том числе и президентские гранты. Это большая такая профессиональная деятельность. У нас пока такого подхода не видно было в Кирской области? У нас пока было не видно, но мы будем его внедрять. И, собственно, к чему я призывал руководителей своих подведомственных учреждений, поскольку у них есть опыт, я их призывал к тому, чтобы они брали все это в свои руки. Это бизнес, по большому счету, там на всю жизнь. И они перестают формально иерархически зависеть от министра, который их или назначает, или увольняет. Ну, как-то не готовы брать ответственность для себя. Все-таки это бизнес, да, и это риск. Не только бизнес, наверное, риск, но к этому бизнесу еще более пристальное будет внимание, потому что это связано с а, государственными деньгами, б, социальной напряженностью, да, потому что это услуги живым людям, не дай бог что там, да, будет непрофессиональной или совсем и того хуже. Всегда есть опасность. Мы ездили в Пермский край буквально в июне месяце, изучали их опыт, они по-честному сказали, что при переходе на соцобслуживание домов в частные руки первые полгода было крайне тяжело. Причем тяжело было как своим клиентам по ментальности, ну, как самим клиентам по ментальности, что их теперь будет обслуживать не государственные учреждения, а частные, так и работникам, которые, ну, вот, там, раньше мы были люди государевые, а теперь мы вроде как работаем на баринах. Но сейчас, по прошествии уже нескольких лет, когда у них работает эта система, в которой остались те, кто действительно готов пахать, они, в общем-то, довольны. Заработные платы у них сразу, да, там, от полутора тысяч рублей в месяц, но это если за тобой закреплен один человечек в одном населенном пункте, и ты просто там своему соседу помогаешь, до 90 тысяч на двоих это семья, я их видел, муж с женой, муж делает тяжелую работу, подвозит дрова, рубит дрова, продукты из магазина привозит, и женщина, которая помогает убирать, стирать, приготовить, расчесать, зубы почистить и так далее, но они и пашут с восьми и до... И насколько я понимаю, сейчас правительство Пермского края довольны, потому что даже удалось сократить каким-то образом расходы... Да, они, в общем, называли цифры, если ранее они 8 лет назад тратили на соцобслуживание на дому порядка 600 миллионов рублей в год, то сейчас по прошествии там восьми лет они тратят 400 с небольшим миллионов, это даже с учетом инфляции надо понимать, что это для них было экономически эффективно. И при этом услуги в качестве не упали, а даже, насколько я знаю, выросли. Да, они не упали. Я спросил, у него всего там одна вакансия, владельца компании, одна вакансия в дальнем населенном поле. Люди идут на эту работу? Люди идут, люди не уходят, люди понимают, что от того, как они поработают, они столько и заработают. Это хорошая тема тоже для обсуждения, Кирилл Сергеевич, если есть люди, которые сейчас обращаются с такими вещами, нужно быть поподробнее. В том числе, когда я вбросил, что есть заинтересованные пермики, и собственно та компания готова зайти и продемонстрировать нам свои возможности, и они хотят, чтобы мы действительно это увидели, взять три района Афанасьевский, Амутнинский и Верхнекамский, которые граничат, так скажем, с Пермским краем, тут же появились интересанты из числа кировчан. Но все равно патриотизм, он же бывает и местечковый. Это прямо сейчас происходит. Да, это прямо происходит сейчас. Давайте мы отдельно обсудим отдельные темы. У нас остается буквально одна минута, и поэтому мне нужен просто четкий вопрос. Как вы относитесь к уничтожению санкционной еды? Вы как министр социального блока нашего региона. Как министр социального блока я поддерживаю решение партии и правительства. Вы как человек. Как министр социального блока я поддерживаю. Я считаю, что, вы знаете, и раньше контрабандный товар всегда уничтожался и будет уничтожаться. Другое дело, что никто нам никогда не рассказывал в каких объемах, в каком количестве и где. Сейчас, мне кажется, этому там придан пиар. Целевая группа должна быть совсем другая, а именно контрабандисты. И они бы узнали об этом совсем из других источников. То есть не очень правильно был потом освещен, эти действия освещены? Мое мнение именно так. Тема достаточно сложная. То есть мне тоже в жизни пришлось прожить в 90-е годы. И я знаю, как пахнет булочкой, которую не можешь купить. Это очень тяжело. И когда ты видишь, что уничтожаются продукты, задумываешься. Но если их не уничтожить, то мы одной рукой будем помогать, а другой закапывать те же инициативы импортозамещения. И так далее. Это вопрос на самом деле непростой. Однозначного ответа нет. Это опять же вопрос... Сердце-то разрывается, когда вы видите, как закапывают продукты. Да. Но их же надо тогда каким-то образом сертифицировать. Но разрывается. Но разрывается. Но мы встали перед трудным выбором, и это решение тяжелое, но необходимое, я бы так сказал. Кирилл Лебедев, министр социального развития Кировской области. И это его интервью. Вы сегодня слушали. У микрофона была Светлана Занько. Мы договорились как минимум о двух темах, которые будем обсуждать в этом эфире. Спасибо вам. До встречи. Спасибо вам. До свидания.